Свою рабочую поездку Владимир Пучков начал с открытия 20-х межрегиональных соревнований Школы безопасности и 10-го полевого лагеря «Юный спасатель». Глава МЧС России и глава Карелии поздравили юных спасателей с началом состязания и возложили венки к мемориалу «Вечный огонь». После чего все присутствующие почли память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. На соревнования приехали 23 команды. Спортсменам предстоит борьба за право называться лучшей командой Северо-Запада. С каждым годом все больше и больше подростков по всей стране записываются в клубы юных спасателей. Это интересно, это здорово помогает развиваться мышцами, умственно помогает быть развитыми. Много ребят у вас занимаются в Вологодской области? Да. Значимым становишься чем-то. Больше научишься всему. Ты в последующем хочешь пойти работать спасателем в МЧС? Допустим. Министр по чрезвычайным ситуациям встретился с личным составом Петрозаводского пожарного гарнизона. Осмотрел выставку пожарной техники. В Центре управления кризисных ситуациях МЧС России по Карелии Владимир Пучков торжественно открыл мемориальную доску, установленную в честь присвоения пожарной части имени капитана внутренней службы Георгия Семенова, легендарного спасателя пожарного Петрозаводска. За 25 лет он спас сотни жизней петрозаводчан. Владимир Пучков также вручил ведомственные медали лучшим сотрудникам подразделений Карельского МЧС. Глава федерального ведомства положительно оценил работу карельских спасателей. С главой республики мы еще раз уточнили все наши совместные планы по дальнейшему развитию комплекса системы безопасности жизнедеятельности населения, реализация проекта «Безопасный город», реализация проекта «1.1.2» и всех проектов, которые МЧС России осуществляет вместе с регионами нашей страны. Все планы, которые утверждены по повышению готовности и органов управления, и сил на территории республики, выполняются. Более того, мы приняли на себя дополнительные обязательства по поставке техники, экипировке и оснащению. К концу года здесь, в республике, будет создан центр беспилотной авиации, который получит новую технику, современные технологии. Это позволит нам осуществлять системный мониторинг за всей территорией республики, не только лесопожарная обстановка, но и состояние водных объектов, основных транспортных магистралей. В ходе рабочей поездки глава МЧС России также проверил работу спасателей госинспекции маломерных судов и пожарной части острова Кижи.